В Польше находятся 22 отдела и еще 3 отдела находятся на Украине. Здесь вот те самые 22 отдела в разных-разных городах. И в маленьких, и в больших. Где-то еще нет такого стационарного бюра, как здесь. Например, девочки работают дома, но также координируют своих бенфициентов. Итак, чем же мы занимаемся? Фонд предоставляет все юридические данные, то есть регистрационные, имя, данные офиса, номер НИП, номера Райгон. Ну, это для тех, например, кто здесь находится, он как бы понимает, для чего эти данные. И также расскажу об услугах данных, которые предлагает стартап. Ну и благодаря этому физические лица могут вести свой бизнес, как если бы это был ваш собственный бизнес, но так как будто бы работаете в стартапе и являетесь нашим сотрудником. Какие же услуги предоставляет бизнес-инкубатор? Как говорила, юридические данные. Также есть возможность воспользоваться юридическими консультациями 20,5 часов в месяц касательно своей деятельности. У меня был случай, когда женщина захотела проконсультироваться по поводу развода. Значит, таких консультаций юристы давать не будут. Также сопровождение отдела бухгалтеров. То есть, ваша задача только работать. Все налоговые отчисления, все ужонды, всем этим занимается отдел бухгалтеров. Возможность получения веб-сайта. То есть, вам бесплатно сделают страничку в интернете, свою страницу, на которой будут расписаны все ваши услуги. Также, возможно, получение к использованию, уже можно распечатать, готовые листовки и визитки. Очень много бесплатных обучений, тренингов и мастер-классов только для наших коллективов. Люди, которые не сотрудничают со стартапом, они за это платят. Но они также могут участвовать. Есть возможность использования кабинетов. То есть, у нас есть такие кабинеты, их, наверное, 6-7, именно здесь, но в каждом офисе свое количество. Которые вы можете использовать, например, психологи, например, учителя. Они проводят здесь свои занятия. Кто-то, например, снимает какие-то видео, какие-то на YouTube. Если, например, кто-то из бенефициентов такой деятельностью занимается, то это все можно делать здесь. Также можно приобрести пакет Luxemad Community Sport. И есть еще такой проект, например, у меня мужчина делает, выращивает келки. Такие маленькие растения, которые только-только из семян их выбиваются, они очень-очень полезные. И вот такой проект был продекламирован через наши соцсети. Но только таких, например, учителей не всех рекламируют. Ну, потому что у нас их много, например, психологов тоже. Только что-то интересное и нестандартное можно прорекламировать в социальных сетях. Дальше. Есть индивидуальные консультации по обмену вакансиями. То есть, есть еще что-то такое, как геодозлецень. Например, если я психолог, а кто-то учитель, например, географии, и моему ребенку нужен учитель географии, то мы можем между собой как бы в стартапе сотрудничать. И также портал для преподавателей иностранных языков. Там очень-очень много разных языков, очень интересно. И этим у себя можно воспользоваться. Дальше. Виртуальный офис. Но это дополнительные услуги, если те услуги были только для бенепетентов. А вот эти услуги, которые наружные, загнают что ли. Значит, виртуальный офис. Сюда могут приходить ваши корреспонденции, например, если огромная фирма, но нет своего бюро, то это можно использовать как виртуальный офис. Бухгалтерия как смарт-бизнес. Это бухгалтерия для уже индивидуальных предпринимателей, тех, у кого есть уже свои спулки. Спулка разных видов. Дальше. Обслуживание иностранцев. Также есть такой пакет помощь в легализации, то есть получение карты побытой дременного вида на жительство. У кого-то, например, уже постоянный вид на жительство, в зависимости от документов, которые вы располагаете. Дальше. Аренда консервент-залов. Например, вот сейчас, то есть, ну вот, загнанченная фирма воспользовалась арендой помещений. Дальше. Запуск и продвижение социальных сетей. Также есть отдел, который занимается, то есть не только нашими социальными сетями, но еще, например, оно может продвигать ваше. Так, дальше. Обучение польского языка для иностранцев. Также есть такая услуга. И платформа с репетиторами. У нас она называется Edu. И сейчас постараюсь объяснить, в чем же все-таки прелесть быть, например, в стартапе. Чем отличается от частного предпринимательства, это называется почка-паука или меч-своем-деоайтера. Значит, сколько занимает времени, чтобы открыть фирму? Здесь это составляет, ну, вот, 10 минут. Ну, максимум, если, например, рассказать все какие-то еще моменты, ну, это 20 минут. То есть здесь только нужно подписать договор в спулпрации, договор сотрудничества, и вы уже, как бы, у вас уже свой бизнес. Налог, значит, подоходный налог. Здесь он может быть либо 8,5%, либо 13,6%. Это зависит от того, насколько, то есть хотите ли вы передавать авторские права на свои дела фонду. Например, если я учитель польского, то я могу делать, писать статьи на тему, например, высылать свои дидактические материалы, которые я готовлю, например, к уроку. И если я хочу передать авторские права фонду, то тогда мой налог будет 8,5%. А если я хочу, чтобы это осталось под моим именем, то это будет 13,6%. То есть, ну, очень редко кто-то говорит, что, ой, нет, пускай лучше будет написано мое имя, и я сполчу больше налог. Нет, ну, как бы, в большинстве своем всегда говорят, что без проблем, передам на эту, только на эту статью вы передаете авторские права, и все. И налог тогда 8,5%. В то время как при предпринимательской деятельности он может 17%, либо 19% составить. ЗУС. Вы также, например, по умове от ДИО, вы, вот это вот, вот это вот, все, о чем я говорю, это умова от ДИО. Вы не обязаны платить складки ЗУС, то есть страховка государства, вы не обязаны ее иметь, например, как, в отличие от своей предпринимательской деятельности, или, например, тех, кто работает на умове операции, на умове залицения, то есть, вот это обязывает вас платить государственную страховку. Если, например, у меня есть частная страховка Люксмед, то мне государственная не нужна. Дальше. Так, как говорила, есть возможность 20 часов снимать свои, снимать кабинет и проводить там какие-то свои занятия. Например, очень много программистов приходит, и кто-то ко мне недавно пришел и так, почувствуйте, это тяжело. Вот, ну, то есть, разные бывают обстоятельства дома, почувствуйте, это тяжело, почувствуйте. Я, например, когда захожу попросить, чтобы, ну, как бы, пришел новый человек, и чтобы не накладывалось, например, без опозданий, я захожу, человек может сидеть вот так, он ничего не делает, он просто сидит, у него слушает, вот ловит вот этот человек, у него все-то прекрасно. Дальше. То есть, за услуги Кшинговая, это услуги бухгалтера. Вы за них тоже ничего не платите, потому что это входит в ваш пакет, который составляет 300 злотых. Дальше. Юристы, это тоже все туда. Маркетинг, вот, как написано, страница в интернете, визитки, это все входит в 300 злотых. Но, если вам нужен, нужна здесь легализация вашего побыта здесь, то месячная оплата будет составлять 350 злотых. Потому что здесь уже будет задействован отдел легализации, который связывается с УЖОНДАМ, запрашивает осуществление, дозволение, то есть уже потом дальше. Поэтому в том случае будет это 350 злотых в месяц. А теперь про иностранцев. Значит, что в свою очередь мы можем сделать людям, которые приезжают, например, которые имели в своих странах бизнесы и не знают, как их перевезти сюда. Значит, во-первых, чтобы пересечь границу, нам нужна виза. А эту визу, чтобы открыть, нужно приглашение на работу. Есть такое понятие, как осуществление, оно делается на полгода, а есть заизволение, оно делается на год. Разница между ними только в окрасе, на которой вы получите этот документ. И это зависит еще от того, сколько его, например, ждать. Осуществление ждется 2-3 недели, а заизволение 3-4 месяца. Ну, в то время, как бы, как делаю я. Когда только попадает ко мне новый бенепетент, я делаю сразу и осуществление, и заизволение, потому что оно между собой там остается месяц. И нет такого простоя, что, например, человек не может работать. Дальше. Помощь, вздемь, квартир, полность. А сколько это стоит? Что именно? Ну вот, и осуществление, и заизволение. Осуществление стоит 30 злотых, а заизволение стоит. Ну да, это просто. Да, это уже не стартапу, а это уже платится в бужон. Например, как точно так же мы заполняем внесок, когда подаемся на карту. Будет он тоже стоит для студентов 330 злотых, а для не студентов 400 злотых. Дальше. А для бенефициентов? Точно так же. 30. А, вы имеете в виду внесок? Точно так же. То есть это ужин не дает скидок. То есть он как будто... А заполнение и помощь. Алимирная услуга. Да, сейчас даю виду этому. А значит, помощь в регистрации автомобиля, получение... Буквально, наверное, 2-3 месяца назад появился отдел, который занимается именно такими вопросами на бежонцу, как говорится. Вот сразу же. Вот, например, я приехала, вообще не знаю, куда мне идти. Я стою на вокзале. Ну, пожалуйста, примите меня где-нибудь. Дальше. И вот, значит, предоставление пакета документов для подачи на вид на жительство. То есть за это платить не нужно. Это пакет документов, который нужен от работодателя, когда мы подаемся на карту. Это заломочник номер 1 и договор на 3 года. И вот с этим пакетом заполняете внески, добавляете туда скан своих паспортов, дальше фотографии. И с этим вот пакетом документов подаетесь на вид на жительство. А также есть такая услуга, как полное сопровождение до получения вида на жительство. Например, в Аброславе известно, что вид на жительство получить очень сложно, потому что очень много иностранцев. Если взять, например, какой-то даже Гданьск, Познай, даже в Варшаве быстрее получают документы, чем в Аброславе. То есть, например, я подавалась, я подавалась с юристом. И я платила, там, наверное, я платила, может быть, 2 300 или 2 500, но чтобы они ввели от начала до конца. То есть, они помогали исполнять внески, они помогали... То есть, например, по закону, по польскому праву, должны давать карту попыток в течение 3 месяцев. А то есть, можно найти, я думаю, человека, который получил карту за 3 месяца? Я получила за 3 месяца. В Варшаве. И, наоборот, знаете, так получилось, что я, наоборот, думаю, да сейчас всё будет долго, уехала вообще там домой. И мне тут приходит раз, что за децизией. А я думаю, а после децизии ещё месяца два. А они просто сообщают, что вам и децизию, и карту сразу дают. Я думаю, да что ж такое. Вот мне пришлось написать, что извините, я заберу её позже. У меня тоже очень много знакомых, например, в Варшаве, в Белостоке люди, ну, полгода. В Белостоке из-за свалений в месяц можно сделать, да. Абсолютно. У нас, то есть, во Бродсвале, это уже всем известно, что есть, если ты подал документы, ужин в Бродсвовске, как в Бермудске древоне. Ну, ты попал, неизвестно, когда тебя с документами как бы выкинуть было. У нас вот клиент обратился, говорит, я два года жду, я даже не знаю вообще, будет ли Бродсвову или нет. Нет, но у меня тоже знакомый, вот если вы видите, то, что он был блогер, он говорит, у меня первая ВНЖ, говорит, вообще потерялась, я вообще не знаю вообще, что с ним случаем. Да, это очень сложно. И поэтому потом, например, нужно найти юристов, которые тебе помогут написать скаргу, или, например, они сами напишут. И вот этим всем будет заниматься жалобы, вызовы в суд, штрафы, всё будет налаживать. Отдела легализации, если вы, например, захотите приобрести этот пакет за 2 200. Ну и вообще, с чего, вот, вот приехала я, хорошо, легализовали меня. Дальше что? Что я, вот у меня, например, я была программистом, например, я из Беларуси. Была программистом в Беларуси, что мне нужно сделать вообще, чтобы, чтобы как-то, чтобы здесь зарабатывать? Значит, что вам нужно сделать? Прийти, например, сюда, если в Ротслав, если не в Ротслав, Варшава, другие города, то на сайте можно найти адреса. Написать на почту, например, в Ротславе можно писать мне, можно писать, например, моему менеджеру. Все наши мейлы есть на страницах, ну, то есть там, вы выбираете, например, кому-то по внешности кто-то выбирает. Мальчик я знаю выбирать по внешности. Ой, например, я люблю блондин. Девочки тоже. Мне нравится, это блондин. И, возможно, жена, только у девочки или мальчики тоже есть. Мальчики тоже есть. Но мальчики пользуются больше классно. Потому что большинство с вами обращаются как бы девочки, поэтому они так больше к мальчикам. Значит, здесь есть возможность поговорить с польско-говорящим, русско-немецко-ангело-говорящим. Кто-то у нас еще знал итальянский, но это не у нас в отделе. Может быть, в даньске, если я не ошибаюсь. То есть, дальше, вам дадут пакет документов, он несложный. Там анкета, договор сотрудничества и документ о том, что вы не занимаете политических никаких остановиск, ну, то есть должностей не занимаете никаких политических. И осуществление ротом, то есть по защите данных персональных данных. И подписать этот договор, и наслаждаться просто тем, что вы делали до этого, и достигать, например, тех целей, которых вы хотели достигать до этого. А у вас все заключаются, получается, договора вот этого умова-чала с лицензией? С лицензией есть, но поэтому с лицензией вы тоже должны понимать, что здесь вы себе работник и вы себе работодатель. То есть и по умове с лицензией большие налоги. Это, например, вы отправляете, вы делаете себе отчисление в ЗУЗ, страховка, вы делаете себе отчисление в пенсионный фонд. Например, у меня мама в фонде, и она здесь только потому, что вот она говорит, я хочу здесь пенсию. Ну вот. Ну для кого-то это тоже важно, но просто если по другому договору, все равно дополнительную за страховку придется покупать. Да, тогда это частная страховка. И у меня был такой случай у подружки буквально месяца полтора-два назад. У нее была частная страховка, а не было ЗУЗа. Ей стало плохо, муж вызвал скорую, а скорая не приехала, потому что у вас нет ЗУЗа. И они написали, муж поехал в первую НФЗ и поликлинику, он написал, что они заплатят за вызов скорой, только чтобы она приехала. Она приехала, спустя два месяца выставили счет на 450 злотых только за то, чтобы приехала скорая. Да, поэтому я тоже на себе испытала, под началом тоже со страховкой что-то не то, и мы за два дня в госпиталь заплатили около тысячи долларов. Просто там за какие-то капельки там. Но мы смогли потом заскать страховку, то, что мы смогли, то, которая у нас как бы была, нам выплатила. Это была такая волокита бумажная руководка. А, имеете ли решение, вот, умовоозлицение или отдело на карту побыта? Как-то это влияет? Нет, нет. Даже у нас менеджер получила кредит на квартиру, по умове уделал. То есть абсолютно. И я, например, слышала, что кому-то не дают по умове оплаты, например, кредит. То есть это все зависит от банка, зависит от ваших доходов. То есть это то, они берут, например, у нас банковыписку, что, например, какие-то какие-то доходы, в среднем получилось столько-то. Главное, чтобы получалось ужин, дает охотнее карту тем, у кого есть минимальная зарплата. 2-800. То есть если есть 2-800, неважно, если у кого-то меньше предела есть, а если очень большая, то никому завидуют или что-то такое. Ты уже не завидуют. Да, юристы мне только говорили, если вы будете очень много показывать, я не буду вам завидовать. Есть вероятность только к чему-нибудь призернуться. Да, то есть самое главное, чтобы было минимальная. А какой порядок оплат? Вот 2-200, например, идет за легализацию. Ну, вот человек еще в России находится, например, ему нужно просто на визу, чтобы получить приглашение. Он уже 2-200 заранее? Нет, смотрите, нет. Как это просто порядок? Чтобы сделать, сначала заключается договор с полпрацем, договор с сотрудничеством. Вам в течение двух-трех недель придет это осверчение, приглашение на работу, разрешение на работу. Вы с договором с этим, с осверчением, с разрешением на работу идете в визовый центр, там дают визу, и вы с этой визы приближаете. Легко все. Но это мы так еще не так. Прешет. И вам дали, как пирожочек. Найте, пожалуйста. У нас такая процедура целая, пока туда запишешься, пока расскажешь. Да, нужно записаться. У нас, как бы, без проблем дают визы, но сложно записаться. У нас есть такие конторы, которые сразу же, то есть, я не знаю, это как-то работает, наверное, на каком-то техническом уровне, они сразу занимают все места, например, которые попадают уже пустые, и потом как бы продают тебе. Вот здесь, в Ужонбах, точно так же, есть точно такие же люди, которые на завтра. Хотите, на завтра будет номерочек, подойдитесь завтра на карту. А у вас есть выход на таких людей? Нет. То есть, вы по официальному, да, есть окошко через 3 месяца, только тогда спишите. Я знаю, что у меня одногруппники так делали. То есть, на фейсбуке пишешь, ищу человека, кто даст мне номерок на завтра, и тебе выставляют счет, например, там 400 злотых номеров. Нет, ну, кому это важно, почему бы и нет, если ждать 3 месяца, я бы проще действительно заплатила за мальчику, который, если он действительно это продает. Ну, я думаю, на фейсбуке таких людей достаточно. А скажите, пожалуйста, ну да, это понятно. А как вас находят? Нас? Да. О, например, кто-то говорит, что, например, я в стартапе. Ну, вот я, допустим, в России сижу, как вот я вас найду, чтобы вы меня легализовали? Смотрите, вы когда будете переезжать, например, ну, то есть, я об этом задумывалась. Я смотрела, очень много общалась, например, кто здесь. Через интернет как бы. Да, то есть, точно так же, например, как ищут агентства, с помощью которых переезжают, как ищут работы. Точно так же, просто, например, у нас сайт еще так не развит на русское, ну, то есть, на русское, вот, вот, отучение вот этого, на русскоязычных, там все, например, там по-польски, там есть кнопка нажать по-русски, но он еще не так разный, и поэтому, то есть, здесь можно сказать, что большинство поляков, но чем дальше, например, наших, больше приезжает, и уже больше, больше наших, потому что, например, мне было очень важно получить карты. Ну, это все. Да. Да. Легализация. Как бы, приехала я... А, по-русски тоже, да, в стартах. Да. Да, они, ну, им же, например, легализация не надо, им только нужны юристы, бухгалтера, например, кабинеты, юрданные. Они это все, ну, как бы, понимают, для чего это нужно, и, да, и они именно здесь проводят, они занимаются здесь своим бизнесом. То есть, наши в большинстве здесь не бизнесом занимаются, а пытаются легализоваться здесь. Ну, блин, ну, я, например, тоже точно так же. То есть, не знала, от чего податься на карту, и мне сказала девочка здесь, которая работает дизайнером в стартапе и говорит, что пойди туда. Я, например, еще польский преподавала. И она говорит, иди туда, будешь преподавателем польского, да, будешь платить 300 злотых в месяц, и все, тебе сделают карту. Ну, так как у меня был доступ к рынку труда, я закончила магистратуру здесь в Польше, то мне не нужно было ни освещения, ни зазволения, ничего. Вот тоже вопрос, вот идет пакет 2200, там же есть у кого-то уже аренда жилья, кто-то там уже решил честь вопросов, там какие-нибудь... В 2200 входит именно все, что связано с ужондом. Первое, вам дают, например, вам сделают внесок, вам нужно будет там только расписаться, например. То есть, вам заполнят правильно этот внесок. Потом, если в течение трех месяцев не будут эту карту, будут писать в суд, будут давать им штрафы, будут писать жалобы. Дальше, например, когда уже будет дана децизия, решение, то они будут ходить с вами в ужонды каждый раз. То есть, есть люди, которые, например, польскому не знают, им нужна такая поддержка, то на отпечатке пальцев, печать в паспорт, например, это очень сложно сейчас поставить печать в паспорте, потому что без разрешения раньше, то есть я прихожу, подаю документы, даже если они какие-то были неправильные, то мне сразу же должны были поставить печать в паспорт. А сейчас, пока все твои документы не будут в порядке, пока твой инспектор не напишет, что я согласен на то, чтобы поставить вам печать в паспорт, вот только тогда поставят эту печать. То есть, вот это все. То есть, если у человека ПЕСЛ уже есть, уже квартира есть, он такой говорит, а вот вы мне предлагаете, а у меня все это уже есть. То есть, смотрите, в 2200 не входит ПЕСЛ, в 2200 не входит аренда машины, в 2200 входит только то, что связано с ужон. Координация действий, потому что я люблю даже, чтобы, вы же знаете, надо ПЕСЛ туда ложить или не надо, вам скажут, ложите. В презентации, да, в презентации, можно я отмотаю? Да, конечно. Вот, да, и тут, ага, то есть, все понятно, то есть ПЕСЛ идет перед этим. Это то есть, ПЕСЛ все делаем, вы можете обратить, что просто в отдел легализации, и все срослось. То есть, за это вы можете не платить за ПЕСЛ. В регистрации автомобиля вам скажут, как это сделать. Это если, в общем, отдельно, да. Срослось, да, все хорошо. Это вот, например, как я обращалась в агентство, и там были тоже юристы, которые писали им уже скарги, писали вот это все. И децизию, когда получаете, нужно сделать, например, дать отпечатки пальцев. Я тоже как-то пришла в ужон и стала, как этот совенок. Мам, и что теперь? Ну, условно говоря, ПЕСЛ или все прочее, входит в 300, что ему помогут вот с этим делом. А именно все, что связано с видом на жительство, все, что связано с ужондом от начала до конца, вот это уже. Но в 300 входит рассказать или сделать вместе с клиентом? Рассказать. То есть, чтобы сделать ПЕСЛ, нужно пойти в ужон. И вот в 300 не входит, чтобы пойти с вами в ужон. Вам скажут, где ужон находится. Что сказать? Пошлют, куда надо. Что же там? Ну, это не было правильно. Нет, ну, это действительно важно. Не знаю, что никого, мне вообще не надо туда не податься. Конечно. И вот хорошо, что хотя бы были люди, которые хотя бы вообще могли сказать, что тебе нужен ПЕСЛ. Я думаю, мне нужен ПЕСЛ. Что это такое? Это, например, и ПЕСЛ, да, понятно, что это как паспорт. Он дается один на всю жизнь. И я думаю, интересненько. Хорошо. Мне дальше нужно, да. Поэтому так. Ну и, наверное, на этом все. Все, что было основное, я рассказала. Ну да, на этом было все. Да, спасибо. Если какие-то еще вопросы остались, то задавайте. Я всегда своим ребятам, которые приходят, говорю, что нет таких вопросов. Ой, наверное, я уже много очень спрашивала. Наверное, уже неудобно спрашивать. Все же не было. Есть. По деятельностям, да? То есть вы берете в основном это, ну, как вы сказали, преподавателей, IT или все-таки физический бизнес, кто люди, если хотят вести деятельность. Ну вот у нас, например, девушка там открывает салон, свадебный платьев, магазин продуктовый, грузоперевозки. Да, сюда не подойдут, например, торговля поддержанными вещами. Запчасти, которые у меня хотела продавать уже, ну, то есть бэушные. Нет, это не подойдет. Новые, да. Поддержанные вещи, секунды тоже мы не открываем. Потому что очень много нужно сертификатов. От чего, куда. Отвышения. Еще, да, очень много разрешений нужно. Еще не открываем все, что связано с едой. То есть кто-то хотел фургончик возле техникума какого-то поставить. Поверьте, это больше и не какие-то. То есть нет, это очень много волокиты и вам. То есть и нам, например, ваша задача состоит только, вот как только вы подписали договор, ваша задача состоит только в том, чтобы зарабатывать как можно больше. То есть стартапу ничего от того, например, будет у вас зарплата 5 тысяч или 50, не идет. То есть ваша оплата всегда будет независимостей. Это не процентная ставка. То есть она всегда будет такая же. И, например, в моих интересах я всегда никогда не говорю, Если вы будете зарабатывать тысячу, то у вас доход будет вот такой, например, минус 8,5%. Я всегда говорю, если вы будете зарабатывать 10 тысяч, то доход будет вот такой. Все равно это как-то поднимает от тебя. Тысячу заработал, не хватит. Тысячу не хватит, 10 тысяч минимум. Скажите, если какая-то деятельность лицензированная, то вспомогаете ли вы получение лицензии или сам инкубатор должен получить? С лицензиями алкоголь, сигареты, вот это все тоже. А иммиграционный консалтинг? Что вы подразумеваете? Наша деятельность, условно. Наша деятельность как раз таки это подходит. Это больше как OIT, онлайн. Это рекламная деятельность. О вашем предложении. И все, что я смогла выдумать из этого, чтобы, например, вы заключили контракт со стартапом договор в спулпраце, а своих, например, тех, кого вы захотите привезти сюда и помочь им открыть бизнес, брали как работников. То есть это точно так же будет стоить столько же, только они будут под вами. И вы, например, сможете им сказать, что мы берем там, не знаю, 500 злотов или 450, но будете все равно платить 350. Это все, что я смогла выдумать вообще в этой ситуации, если, например, Варшава не захочет подписывать именно партнерские договоры. А еще вот по поводу лицензий. Например, если такси, например, если... Убер нет. Уберболт. Не помогаете, да? Да. Потому что... То есть как это будет... То есть Убер мало того, что сам снимает налог с водителя, еще вторую раз снимем, потому что это будет подоходный налог. То есть Убер свой забирает и вот это и... Ну, то есть это не имеет смысла. Если, например, кто-то уже... А кто-то хочет стать, например, не просто работать в Убере, а как вот открыть, стать партнером вот этого Убера. То есть это... Мы же не работаем, вот, например, если кто-то приходит, я, например, косметолог, и мне нужно сделать там, не знаю, ногти. И... То есть всему должно быть чек. Либо, например, перевод денег на внутренний счет стартапа. Вот у каждого компетент есть здесь свой внутренний счет, и туда поступают деньги в течение, например, месяца. И потом за вычетом налогов перечисляется вот уже наличный счет. То есть должен быть подтверждение оплаты какой-то. Либо договор между вами. Ну, какой вот, например, сожжите в такси, какой там договор? Очень удобно. Не, ну, например, если... Если, например, люди вот они хотят открыть... То есть они сами... Они хотят сдавать в аренду автомобили. То есть это сами подключиться к этому Уберу, да? Потому что если Убер... Он же раньше подключал обычных, да? То есть физлицо могло подключиться. А сейчас нет такой возможности. Сейчас может подключиться только компания, став партнеров, и эта компания берет уже этих всех, да? И вот, например, вот они хотят компанию по подключению к Уберу. Знаете что, вот я не знала, что нельзя с физическими лицами работать в Убере. У меня много знакомых работало. Они через, потому что они не напрямую, они через партнеров. Да, да, да. И я лучше уточню это у юристов, например, с этой стороны. Сейчас, если что-то изменилось, то я думаю, они как бы... Ну, бежонцы всё это знают. И лучше спросить. Да, почему это вообще интересно очень многим в Убере? Потому что они работают, и вот эти партнеры им не предоставляют легализацию. Абсолютно. И люди хотят работать, их всё устраивать, но легализовываться-то им как? Да, и то есть, соответственно, либо открывают свою сполку, либо, может быть, ну... У меня люди даже работали в Убере без договоров вообще. То есть им с каких-то левых счетов. Каждый раз были какие-то другие счета. То есть я видела объявление, что мы купим счета, то есть с этих счетов всё было в обороте. Ну, то есть это всё, конечно, не продавайте никому свои счета. Ну, это логично, да, такой купил там чей-то счет. Ну, это да. Просто мы очень часто слышим от клиентов, что вот я сейчас в Убе. Вот нам столько уже рассказывали. Такая хорошая компания. И нам сейчас все документы сделают вот сто процентов, да. И потом, ой, что-то пошло не так. Очень редко, то есть если ещё партнер поляк, то он ещё какой-то хотя бы какой-то минимальный договор перерастанет. А если у нас с нашими... Несколько часов в день как будто он работает или в неделю. Хорошо, да, спасибо. Можно ещё попросить. А если не от обратного, ну, в смысле, кому нельзя всё перечислили, а наоборот, как можно больше примеров, кто пользуется услугами. Ну, понятно, айтишники, ну и ещё. Айтишники, дизайнеры, кто рисует. То есть кто может предоставить какое-то дело, например. Вот с этой стороны, например, айтишники пишут свои кадавры, учителям. На умове злицения могут быть строители. Строители? Да. Уничтожить? Да. Ну, то есть это обычное умове отдела. Может быть перепродажа, например, продавец, косметолог. Перепродажа, строительство. А строительство это от злицения или отдела? От злицения. Ну, то есть что мы как дело приложим? Что? Дом построенный. Ремонт. Ну, то есть это сделано как будто не физически. Например, тот, кто написал что-то. И тот, кто... Видео, например, танцоры, актёры. Это всё идёт на умове отдела. То есть у них есть видеозаписи, как они, например, это делают. Ну, вот музыканты, блогеры, песни, блогеры. Это всё пойдёт на умове отдела. А скажите, а как Вы себя страхуете, если, например, участник бизнес-инкубатора ведёт деятельность, и попадает в какие-то неприятные ситуации, если строительство не может выполнить, настроить объекты или ещё что-то. Это всё юристы делают. Я к этому никакого отношения не имею. Но я знаю, что, например, если контрагент не заплатил за услугу, например, то это тоже юристы пишут в арестки в суд. Извините. И тогда да. То есть это всё уже делается со стороны юристов. Я только пишу, например, упс, у нас какая ситуация, проблем с ос. В смысле? Они со своей стороны всё управляют. Ну, хорошо. Спасибо большое. Всё, большое. Да. Я хотела ещё сказать о том, что у нас есть клиенты, которые воспользовались услугой Твой стартап. Сейчас мы занимаемся визовой поддержкой их. Они в Краснодаре неделю западали документы, и мы ждём, конечно, положительного результата. Ну, то есть даже я делаю себе визу. То есть у нас, не знаю, в России, но в Беларуси сейчас намного сложнее выехать. То есть у нас это тоже совсем не просто, поэтому не нужно обращаться только к визу. Это реально специальности. Потому что такое количество огромное желающих выехать из страны по разным причинам. Кто-то на обучение, кто-то на работу. Поэтому даже невозможно порой записаться. Мы поддерживаем на всех этапах наших визу. Да, и плюс ещё зависит от того, кто подаётся. Потому что если человек потенциально не в зоне риска вообще, то, по сути, у него не будет проблем с открытием визы. Ну, а если этого человека, грубо говоря, подозревает в миграционных намерениях, и он, скажем, там, может быть какого-то гражданства, или там, ну, разным могут быть причины, что он, скажем, в каком-то чёрном списке, или у него была какая-то плохая визовая история, или её вообще нет, то, в принципе, ему... Ну, мы в данном случае не обладаем сатиляцией, да? Или у нас есть очень большое количество положительных проблем. Да, да. А ещё вот такой, наверное, вопросик, да, вот по программам Business Harbor, да, для айтишников. Вот если... То есть, ну, вот, вы проходите по этой программе, да, например, как работодатель? Да, абсолютно. У нас только... У нас вообще есть вообще в стартапе есть отдел, который занимается, не только айтишниками, но у меня таких человек, наверное, 15. Хорошо, расскажите, то есть, нужно ли там ошибчение или зазволение, да? То есть, в этой программе не нужно. А это для абсолютно всех СНГ или есть какие-то ограничения? Кто по Business Harbor, нет. Они все... У нас это очень классная фишка, да. У вас есть доступ к труда. Абсолютно. Вообще супер, это прикольно. Мне кажется, программисты это лучшее, что может быть. Они делают, например, свою работу, одну фактуру в месяц выставят, ты ее проверишь, а там все правильно, потому что они умные. То есть, во многих там нечего. И все, им приходят, например, реклата, ты... Они высылают тебе код сразу же, ничего, никто не спрашивает. А, например, здесь что? Там-то... Ой, ну, это просто пальзамисты, это... Класс. Еще хотела спросить, на какое время с вами клиенты подписывают договоры? Бессрочные. Бессрочные. Да. Но чтобы, например, уволиться, вы увольняете как от работодателя, то есть такое понятие как месяц... То есть, именно отработки. Отработки. Да. Да. И еще, кстати, есть в стартапе такая возможность заморозки на три месяца своего стартапа. Например, я устала, хочу домой, ничего не хочу. Ну, взяла отпуск, в общем, да. Собрала. За свой счет. Да. Ну, и такой месяц заморозки стоит шестьдесят плотных. Ну, вот. Ну, вы не можете работать в этом месяце, вы не можете выставлять фактур, то есть чеков на свою работу, потому что, как бы, у вас отпуск. А вы официально как бы предоставляете отпуск, да? И дологи эти три месяца вы не планили, соответственно, да, за работников? А это потому что повлияет на путечках. Смотрите, дологи платятся только вы. То есть я могу только рассказать, например, какие налоги, если, например, кто-то, например, на пенсию или в пенсионный фонд откладывает или откладывает, например, в ЗУЗ, то вы только должны следить за этим, что, например, вот я в прошлом месяце не воплотила себе зарплату, значит, у меня уже как бы есть зазор. Но это влияет, да. Они же смотрят уже на проплаты, если проплаты не было. Насколько я вот знаю, за три месяца предшествующих, да, они смотрят или... Ну, я всегда делаю, то есть, не знаю, за сколько не смотрят, я делаю настолько, на сколько есть, чтобы было как можно больше. Ну да, тоже. Логично. Коллеги, прошу прощения, напишу, что у нас звук пропал. Да. А, да? Да, мне сейчас написала девочка. Сейчас тогда посмотрим, можно... А еще хотел спросить о налогах. Так понимаю, там 8,5% и 13,6%. Это все налоги? По умове дела так. По умове дела так. Это все. По умове дела. Да. По умове дела. Либо по умове дела. Тогда я вас могу пустить как специалисты дела в спредаже. И тогда вы будете писать статьи на тему маркетинга. Или, например, как завоевать клиента. Ну, вот такое должно быть. Тоже продажа будет, так как бы, не онлайн, а... Онлайн тоже есть. У нас есть договора с Allegro, PayU, Paypal, вот это все. Это все есть. Шелли 24, как точно, он называется. Это все заключается договор на Allegro, например. У нас есть уже заключенный этот договор. Вы делаете только свое... свой счет, в смысле, как это, аккаунт на Allegro. И тогда вводите, например, счет внутренний. И все деньги уже приходят туда. У нас очень много людей на Allegro. И продажа локальная тоже. И да. Все туда. Чека не можешь выставлять. Если кто-то вам дает наличку, то у вас будет касса. Потому что когда продажа локальная, тогда... Кассовый аппарат нужен. Да, нужен кассовый аппарат. Абсолютно. Абсолютно. За каждую услугу, за каждую... Вообще за все, что вы делаете, должно быть либо выставлена фактура. Да. А фактура это, например, если перевод был на счет, то это выставляется фактура. А если наличкой дали, то тогда кассовый аппарат и чек обязательно. Ты можешь выбрать... Хочешь ты быть ватовцем или нет? Смотрите, нет. Выбрать нет. Сейчас про ВАД расскажу. ВАД в Польше составляет 23%. И ВАД, например, если я учитель польского, то я выставляю фактуру на 100 злотых netto. Система автоматически причисляет 23% налога и выводит квоту 123. И то есть, например, вы, как мой клиент, вы заплатите 123 злотых. У меня был такой случай, женщина-косметолог. И она только по кассе работает, я никто не причисляю. И у нее есть рапорт, который в конце месяца делает, сколько было наличкой заработано, сколько было ВАД и сколько фото на это. И она свой ВАД... Она говорит, что ее мужа брала, платила ВАД. То есть ВАД не вы должны платить, ВАД платят ваши клиенты. То есть это его проблема, что, например, мы находимся в Польше. Поляки, это обычно, но в магазинах тоже платят квоту брутто, а там приходит уже в последнюю очередь netto, приходит человек, который это продает. То есть нет такого, что вы со своего кармана должны платить. Это когда мы говорим, я по блату тебе сделаю, например, со 100 злотых. Да, только тогда ВАД ты заплатишь со своего кармана. То есть это тоже надо понимать. И ВАД зависит от того, например, если ваш клиент поляк, то тогда да. ВАД 23%. Ему с легкостью ВАД можно. Он ничего не скажет. А если клиент не является гражданином Польши, тогда ВАД 0. Поэтому, например, очень удобно. А, да, даже если он, в общем, если не является гражданином Польши, но находится в Польше, ему ВАД не должны выставлять? Смотрите, там как, вы когда выставляете фактуру, вы пишете контактные данные. Если в тех контактных данных написано, что его страна не больше, а, например, Украина, Россия, то он автоматически выставит систему, выставит ВАД 0. А почему тогда нам выставили фактуру с ВАД? Например, я от фирмы, которая зарегистрирована в России, заключила договор на аренду офиса. И они мне почему интересно? А вам выставляли фактуру на фирму или на человека? На фирму. То есть должны были не платить, да? Ну, как бы, я считаю, что да. Ага, ну надо будто тащить, спасибо. Какая была информация классная, да. Спасибо. А я всё время же везде выставляю. Если, например, этот ВАД только Поль скинуло. То есть, если вы продаёте услуги, то такая ставка называется не под лего. Потому что это не резидент Польши. Ну, вот так. Окей, хорошо, спасибо. Вот ты пишешь, вам спросил. Ну, я помню, да, тоже, что нас предупреждали партнёры из других стран. Тоже есть такие, что не облагается. Вот, например, айтишники, которые работают, например, с Америкой. Ну, у них не под лего. Хорошо, спасибо большое. Спасибо. Александра, спасибо вам большое за правильную информацию.